Hello, my people! Хотел порадовать вас тем, что открыл телеграм-канал по изучению английского языка. Там я поделюсь своими секретами, наработками и нестандартной методикой обучения. И постараюсь максимально просто объяснить вам who is who. Если вы всё это время откладывали изучение английского языка, то вот он, ваш идеальный шанс. И ничего страшного, даже если вы знаете только вот это. Ссылка в описании. Жду всех. Сегодня я буду делать реакцию на видео, которое многие просили. Я бы сказал, самое высоковостребованное видео. Пришёл черёд никого другого, как нашего джентльмена из Казахстана. И его песня под названием... Извините, что исковеркал название. Насколько я знаю, он является также режиссёром этого видео. Многие люди писали об этом и рекомендовали на это посмотреть. Мне не терпится взглянуть на, предположительно, его режиссёрский дебют. Я не знаю, что значит Али. Начало как в фильме. Название всё как положено. Я остановлю тут. Полагаю, что это не голос Димаша. Как будто было прочитано какое-то древнее писание. Как я понял, он режиссирует совместно с кем-то ещё. Мы тут увидели... ...эти прекрасные кадры из воздуха. И теперь перешли к некой битве. Похоже на войну. Димаша. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. И началась она как настоящий фильм, что показывает мне его амбиции. Я вернусь немного назад, так как чувствую, что прервал тут что-то серьезное. Ребята, так как там был черный ворон, это же всегда что-то зловещее. Полагаю, это ворона. Я не эксперт по птицам, но это всегда придает атмосферу. Очень мрачно. Очень низкая насыщенность. Также очень темные цвета. Чувствуется что-то народное. Вот, народная музыка. Красиво. Никогда прежде не видел этот инструмент, который имитирует вой. КОНЕЦ Хочу остановиться здесь. Просто из-за вот этой картинки. Посмотрите, мостик располагается в аккурат посередине. И тут, наконец-то, тот, кого я узнаю. Это Димаш. Димаш, стоящий очень основательно и твердо. Похоже, его руки в карманах. Он смотрит в сторону. Вначале было темное вступление. Потом было прочитано вслух что-то вроде поэмы. И теперь у нас обесцвеченный, почти серый, почти черно-белый фон. Хотя виднеются эти зеленоватые оттенки. Также буквы в названии были золотыми. Вот такие пока цвета в этом видео. И то, как он начал. Я вижу слова песни и могу прочитать. В общем... Это будет что-то грустное. Вернемся назад, вот сюда. Субтитры создавал DimaTorzok Да, меня сразу пробило на чувства, потому что чувствуется, что он поет от всего сердца. Возможно, эта песня — это признание в любви к своей стране. И он снова поет этим мягким, нежнейшим тоном, где он оставляет ровно столько воздуха, сколько нужно для такого звучания нот. Снимок с дрона. Потрясающий кадр. Субтитры создавал DimaTorzok Да, эта песня точно о любви к своей стране. И кинематография помогает раскрыть это. То, что для него значит его земля. Эти леса, эти горы, эти озера. Они пустынные и суровые. И все равно он любит это. Это очень важно для него. Мне нравится, что это не какая-нибудь попсовая песенка. Это очень-очень сложная песня. Здесь есть всего несколько нот. И тут нет бита, чтоб можно было поймать ритм. Тут только он и его голос. И его отношение к своей родине. Субтитры создавал DimaTorzok Так прекрасно. Субтитры создавал DimaTorzok Мне понравился предыдущий кадр. Когда он повернулся и посмотрел прямо на нас. Это меня аж прям затянуло. И он выглядит более зрелым. Не таким, как на своих концертах. На концертах у него эта атмосфера несокрушимости. Так как он там в положении звезды. Но тут он показывает себя, как просто человек. Поющий о чем-то значимом. Он не пытается впечатлить. Тут я вижу его самым простым и самым настоящим, чем когда-либо. И мне это нравится. Субтитры создавал DimaTorzok А сейчас этот инструмент повторяет эту драматичную мелодию песни. И так до этого пианино было на воде. А сейчас оно горит. Также этот национальный инструмент, по которому стекает кровь. Ясно то? Я не уверен, так как мне нужно было бы изучить эту песню и то, что она означает. Но ясно то, что песня о разрушении. Может, это о каких-либо природных катастрофах, которые надвисли над миром. А может быть, это о текущей ситуации, о вирусе и болезнях по всему миру. Это выглядит как какой-то посыл. Такая грусть в песне и надежда в том, чтобы его страна избежала все эти недуги. Вот к чему я пришел. Так как горящая пианино и истекающий кровью инструмент символизирует разрушение и смерть. Как же этот инструмент звучит? Субтитры создавал DimaTorzok Посмотрите на это. Посмотрите на эту картину. Это потрясающе. Тут мы наблюдаем его дежиссерские навыки. Это его видение. Темные зловещие тучи над ним. И он буквально сжигает свою душу в огне. Его страна в огне. Весь мир в огне. По части символизма тут все великолепно. Также он использует здесь эти эффекты. Когда кровь капала, это все эффект, а не реальная капля крови. Это все магия кино. И он это эффективно использует. И это замечательно. Субтитры создавал DimaTorzok Так, идет дождь. Пианист падает намертво. Огонь затухает. И когда Димаш падает на колени, можно увидеть, как рассыпается пепел. Изумительная работа. И это все держится на его фантастическом голосе, который и сильный, и слабый в одно и то же время. Извините, мне нужно вернуться назад. Субтитры создавал DimaTorzok И тут цвета возвращаются. Вы видите, как все стало теплее. Как солнце освещает горный массив. Появился зеленый цвет. Появился красный. Очень осмотрительный режиссерский выбор. Великолепно. Это дает нам, по крайней мере, мне хоть какую-то надежду. И, возможно, это не было тем, что он имел в виду. Это было что-то другое от Димаша. Что-то такое личное. Ничего броского. Съемка потрясающая. Образы великолепны. Но это не концертный зал. Это не концертный зал. Окруженный сапфирами. Это реальное чувство. Чувствуется, что это очень личное для него. И да, эмоционально я был весь здесь. И это очень смелое видео. Не каждый такое сделает. Я не слышал, чтобы он влезал в политику. Не слышал, чтобы он участвовал в уличных протестах. Но тут чувствуется политика. Чувствуется, что он хочет что-то этим сказать. Очень-очень мощное видео. Я хочу поизучать его, чтобы понять, о чем оно. Очевидно то, что это ода любви к своей родине. И, может быть, ко всему миру. Спасибо за данную рекомендацию. Такой груст на сердце. Но слушайте. Такова жизнь. Не все тут мед и оладушки. Поэтому нужно ценить все. И черное, и белое. Спасибо Димашу. Спасибо за рекомендацию. Я вернусь. Увидимся. Благодарю.